25 моментов, если бы это не было снято, никто бы не поверил. В жизни порой происходят удивительные вещи, не подающиеся логике или стандартным стечением обстоятельств. И если бы они не попали в объектив видеокамер, в них, скорее всего, никто бы не поверил. Это 25 невероятных моментов, снятых на камеру. СТИВЕН ДжОН БРЕДБЕРИ между собой. Будучи аутсайдером, Стивен, благодаря такой череде случайных столкновений, приходил к финишу на лидерских позициях. Впоследствии фраза «do a Bradbury» – «сделать Bradbury» – стала спортивным фразеологизмом. В футболе порой происходят героические спасения ворот, и это видео лишний раз тому подтверждение. Голкипер в красивом полете ударом головой перевел мяч в перекладину, после чего сразу же совершил сейф, оставив свои ворота нетронутыми. Тот случай, когда страховка не подвела. На предматчевой тренировке гимнастка совершала вращение на шесте и не смогла на нем удержаться. В момент падения тренер успел перехватить свою подопечную в буквальном смысле под свое крыло и максимально смягчил падение виртуозным кувырком в воздухе. В тот день девушка поняла, что ее жизнь в надежных руках. В баскетбольном противостоянии между командами Charlotte Hornets и Toronto Raptors в завершающей четверти счет был 112-114 в пользу второй. До конца матча оставались считанные секунды, и единственное, что могло спасти их оппонентов – трехочковый бросок с середины поля. Взял на себя такую ответственность защитник Торонто Джереми Лэмп и не подвел свою команду. Факт. Профессиональные гонщики жить не могут без боулинга. Они обожают в него играть, особенно за рулем своего высокоскоростного автомобиля. Что еще более удивительно – им удалось забросить страйк. Да, талантливый человек талантлив во всем. Внимательно следите за траекторией движения мяча. Первые три ракурса абсолютно четко дают понять, что снаряд летит мимо ворот. Однако при смене кадра ситуация кардинально меняется, и мы уже видим мяч непосредственно в сетке ворот. Чудеса, да и только. Для многих видов спорта меткость играет ключевую роль в одержании победы. Но только не в этом случае. После подачи бейсболист неудачно отбил летящий на него мяч и переправил его точно в объектив видеокамеры. Хоккеист под 63-м номером Тайлер Энис забил, наверное, самую красивую шайбу в своей карьере, совершив падение с разворотом на 180 градусов близ линии ворот соперников. Нет, это не эпизод про стену в «Игре престолов». По время метели команда национальной футбольной лиги «Буффало Биллс» принимала у себя Индианаполис Кольц. Вопреки жутким погодным условиям, матч все равно решили провести. Хозяева поля даже организовали группу волонтеров из болельщиков, которые за отдельную плату помогали персоналу стадиона убирать снег. Однако к началу матча стадион и прилегающая территория были завалены осадками. Основное время матча закончилось в ничью, но в дополнительном времени команда из «Буффало» одержала верх. Такую эпичную победу хозяева решили отметить прыжками в сугроб и игрой в снежки с болельщиками. Гол нападающего сборной Швеции и футбольного клуба «Милан» Златана Ибрагимовича, ставший его визитной карточкой. Голкипер англичан, вышедший за вратарскую зону, отбил мяч головой. Чем подстегнул футболиста совершить удар через себя практически с центра поля, пока ворота пустуют. То напишет в комментариях к заказу «Привет, от с нами интересно». Как известно, трус не играет в хоккей, но и комментаторы тут тоже не из робкого десятка. В одного такого чуть не попала шайба прямо в лицо. Боюсь представить последствия такого попадания. Это видео заставит вас поверить либо в законы физики, либо в магию. Что вам ближе, выбирайте сами. Не упал в грязь лицом, а в данном случае в воду, сохранив равновесие при помощи быстрой реакции и правильно сгруппированного тела. Этот мужчина ни за что бы не поверил в то, что в совершении невероятных гимнастических кульбитов ему будет ассистировать бык, если бы сам через это не прошел. Нелепые случайности происходят везде, и волейбольная площадка – не исключение. Спортсменки, не поняв, кто будет принимать мяч, столкнулись друг с другом. Опускаясь вниз, мяч попал в голову одной из волейболисток, после чего беспрепятственно упал на площадку соперниц. Плохой было идеей играть в волейбол на баскетбольной площадке. Больше всех обидно девушке, которая смогла принять довольно тяжелый мяч после атаки соперницы. Еще одно видео из разряда фантастики. Гоночному автомобилю удается на несколько секунд буквально взлететь на трассе и, как ни в чем не бывало, продолжить гонку. Водитель за рулем даже ухом не повел. Большой теннис иногда требует большой изобретательности. Греческий теннисист Стефанос Цицепас совершил ложный замах, после чего элегантно обработал мяч и мягко перевел его на корт, не оставив своему сопернику ни малейшего шанса. В спорте всегда нужно играть до конца. Показательный случай произошел на волейбольном матче, где череда удивительных спасений завершающим ударом через себя позволила сохранить мяч в игре. Благодаря этому броску весь мир теперь знает про ранее невиданную игру Боулс. Только посмотрите, по какой траектории катится, по всей видимости, заколдованный мяч. Снаряд спортсмена смог ближе всех приблизиться к цели, которая была буквально окружена соперниками. В итоге мужчина стал девятым игроком, которому удалось побывать чемпионом мира по игре в Боулс более пяти раз. В самый разгар игры после удара бадминтониста Волан зафиксировался прямо на натянутом тросе сетки, причем не перьевой частью, а головной. Чудеса аэродинамики еще никто не отменял. Полузащитник четвертой лиги юношеского футбольного клуба Книтикай Норик Авдолян прославился тем, что забивает пенальти довольно необычным способом. Во время удара он проделывает сальто. Вот еще один пример нестандартного взятия ворот соперника только в хоккее. Андрей Свечников, нападающий командой НХЛ Каролина Харрикейнс, зашел из-под вратаря, подняв шайбу в воздух и хитрым трюком буквально протолкнул снаряд в ворота. На видео запечатлен хоккеист, который, видимо, вдохновился героем предыдущего эпизода и решил попробовать забить буллит необычным способом. И знаете, у него получилось. Чудеса техники и меткости проявил 23-летний фанат боулинга Бен Катола, который за 87 секунд сумел выбить 12 страйков подряд, что является абсолютным рекордом мира в данном виде спорта. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал. С нами интересно!